Виктор Зуев. Многоликий вирус. Предисловие. Вы включили эту книгу, посвященную малознакомым вам медленным инфекциям. Накопление знаний о вирусах привело к пониманию, что их взаимодействие с человеком должно быть мирным или, если хотите, даже взаимноуважительным. Да, не удивляйтесь. Вирусы, абсолютные паразиты, могут размножаться только внутри клеток, и поэтому, если они будут разрушать эти клетки и весь организм, то тем самым будут рубить сук, на котором сидят. Поэтому скрытая или латентная форма вирусной инфекции представляет собой взаимовыгодное содружество, так как формирует в организме иммунитет, а вирусу позволяет тихо-скрытно сохраняться в природе как виду. Но иногда это может быть затишьем перед бурей. Например, когда снижается иммунитет или в результате мутации повышается патогенность вируса, как это, например, недавно произошло с коронавирусом 2019-конвий сначала в Китае, а затем и по всему миру. Тогда нарушенное благополучие может приводить к развитию острой инфекции или болезни, общие черты которой нам всем хорошо знакомы, или в некоторых случаях может развиваться так называемая медленная инфекция. Для медленной инфекции характерны многолетний инкубационный период, затяжное течение, необычное поражение органов и тканей и обязательный смертельный исход. Открытые 66 лет назад медленные инфекции человека и животных внесли огромный вклад в науку о возбудителях инфекций. Именно на их основе был открыт совершенно новый класс возбудителей медленных инфекций – инфекционный прионный белок или инфекционные прионы, которые оказались возбудителями особой группы медленных инфекций человека и животных, получивших название прионные болезни. Сходство событий в головном мозге при прионных болезнях и при нормальном старении позволило искать и в конечном счете обнаружить фактор старения млекопитающих и представить механизм процесса старения в целом. В свою очередь, поиски средств, снижающих уровень фактора старения в организме, создали обоснованный подход к отбору и обнаружению веществ, значительно продлевающих жизнь млекопитающих. В книге вы познакомитесь с историей изучения медленных инфекций, которая представляет, пожалуй, самую романтичную страницу в истории изучения инфекционной патологии вообще. Почувствуете, насколько это тяжелый и порой опасный труд? Увидите, что нередко затраченные усилия оказываются безуспешными и следует все начинать сначала. При этом главное, что хотелось бы донести до слушателя – степень риска заражения людей как в быту, так и при использовании профессий и познакомить с практическими рекомендациями по предупреждению медленных инфекций, встреча с которыми может оказаться в самых непредвиденных местах и в самое неожиданное время. Автор В Древнем Риме было несколько храмов, посвященных Янусу – божеству всех начал. Самый известный из них располагался на форуме. В дни мира его ворота были всегда закрыты и открывались только при объявлении войны. По календарю Юлия Цезаря месяц, посвященный Янусу, Январиус, начинает год. Янус изображается с двумя лицами. Одно обращено в прошлое, другое в будущее. Выражение двуликий Янус подразумевает существование двух противоположных качеств – добра и зла у одного лица. На некоторых этрусских изображениях у Януса четыре лица. Глава первая. Грозные встречи. Вирус в переводе с латинского означает яд. Город гудел, как растревоженный улей. Толпы людей, теснившихся на улицах, с искаженными безумным страхом лицами, толкаясь и крича, стремились как можно скорее покинуть городские стены. Казалось, разум оставил этих людей, и его место занял беспредельный страх. Страх смерти. Чаще других повторялось слово оспа. Болезнь не знала жалости. Старые и малые, богатые и бедные. Все становились ее жертвами, а заболев, многие умирали, покрывшись черными корками запекшейся крови. Черная оспа. Эпидемии этой страшной болезни охватывали на протяжении веков сначала страны Азии, а затем Европы и Америки. Особое распространение оспа получила в 16-18 веках. Опустошенные города Перу. 3,5 миллиона погибших от оспы в Мексике. 60 миллионов больных в Европе. Наполовину вымершее население в Сибири. Таковы масштабы жертв этой болезни за одно лишь 18-е столетие. В те времена из каждых четырех слепых трое теряли зрение в результате перенесенной оспы. Что говорить о достаточно давних временах, когда уже в 20-е годы 20-го века в нашей стране развивались тяжелейшие эпидемии оспы, охватывавшие до 200 тысяч человек в год. А кто не слышал об испанке? В начале 1918 года выстощенной войной французской армии вспыхнула эпидемия гриппа, быстро распространившаяся по всей Франции. С мая грипп уже свирепствовал в Испании, поразив несколько миллионов людей. В одном лишь в Мадриде в короткое время заболело более 200 тысяч человек. Болезнь быстро распространялась и вскоре попала в Россию под названием испанская болезнь – испанка. В 1919-1920 годах болезнь протекала в особо тяжелой форме и сопровождалась небывало высокой смертностью, кое-где достигавшей 30%. В результате этой пандемии гриппа в мире погибло около 20 миллионов человек. Гораздо больше, чем на полях сражений Первой мировой войны. Пандемиями называют эпидемии, захватывающие одновременно несколько стран или даже целые континенты. 1801 год. Первый консул Франции Наполеон Бонапарт получает известие о поражении своих войск на острове Гаити. Высадившиеся на остров завоеватели легко одержали победу над плохо вооруженными туземцами. Однако вскоре среди французских солдат началась повальная тяжелая болезнь, сопровождавшаяся высокой температурой, сильными головными болями и болями в спине, рвотой с кровью, черная рвота, бредом. Из-за высокой смертности французы потеряли большую часть войска. Туземцы воспользовались этим обстоятельством и в результате внезапного нападения полностью разгромили захватчиков. Так свое первое военное поражение великий полководец потерпел благодаря вмешательству вируса желтой лихорадки. Того самого вируса, из-за которого Западную Африку, где желтая лихорадка особенно распространена, стали называть могилой для европейцев. Между тем быстрое развитие торговли способствовало занесению желтой лихорадки в Европу, в частности в Испанию и Португалию. Так в 1857 году в Лиссабоне в течение короткой эпидемии умерли 6 тысяч человек. Но самые крупные эпидемии желтой лихорадки вспыхивали в западном полушарии. Только в долине реки Миссисипи болезнь унесла 13 тысяч человек и надолго полностью парализовала деловую жизнь в этом районе. В 1879 году в Центральной Америке французский инженер-предприниматель Фердинанд Лиссепс приступает к строительству Панамского канала, который должен соединить Атлантические и Тихие океаны. Инженер не новичок в подобных предприятиях, у него за плечами опыт руководства строительством Суэцкого канала. Однако всеми уважаемые Лиссепс, кстати сказать иностранный почетный член Петербургской академии наук, начав строительство, терпит неудачу из-за повального заболевания рабочих желтой лихорадкой. Как известно, Панамский канал все же удалось построить, но только после того, как американским эпидемиологам Горгасам были организованы мероприятия, направленные на истребление смертоносных комаров, переносчиков вируса желтой лихорадки. Дети очень восприимчивы к вирусу кори. Это, однако, не означает, что он не опасен для взрослых. Напротив, дети, как правило, легче переносят это заболевание, в то время как у взрослых корь отличается тяжелым течением и часто сопровождается различными осложнениями – энцефалиты, воспаление среднего уха и прочее. Во всех учебниках эпидемиологии – науке, изучающей массовые заболевания среди людей. Описана знаменитая эпидемия кори на Фарерских островах, когда в 1846 году туда был занесен вызывающий ее вирус. Так как до этого на островах не было кори в течение 65 лет, то, естественно, из восьмитысячного населения заболели более 6000 – все, кроме тех, кто перенес это заболевание в 1781 году. На острове Гренландия в 1951 году и на Аляске в 1952 году практически все коренное население заболело корью в результате приезда в эти места лишь по одному больному человеку. 4 февраля 1945 года в Ялте открывалась конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В одной из машин к зданию Ливадийского дворца подъезжает президент Соединенных Штатов Америки. Но президент не выходит из машины. Его выносят, потому что он, Франклин Делано Рузвельт, переболел полиомиэлитом. И подобная болезнь не была редкостью. 3500 лет назад полиомиэлит – детский паралич – был нередок в Древнем Египте. Печать перенесенных страданий обнаруживается на костях мумий детей фараонов, а также на костях жрецов Древней Сирии. Но вот уже в середине 20-го столетия заболеваемость полиомиэлитом быстро растет в странах Европы и Америки и особенно в США, где в 1956 году была официально зарегистрирована свыше 300 тысяч только лишь инвалидов после перенесенного полиомиэлита. В те годы полиомиэлит был назван в Соединенных Штатах национальным бедствием номер один. И когда многолетними усилиями большой армии вирусологов был наконец достигнут решающий успех, создана полиомиэлитная вакцина. Фабрики и заводы США своими сиренами возвестили мир о победе над этим тяжелым заболеваниям. А теперь приглядитесь повнимательнее. Странно ведут себя вирусы, не правда ли? Словно в трагедии масок проходят они по сцене естественной истории, сменяя эпидемии одних заболеваний эпидемиями других. Однако переворачивая страницы истории вирусных болезней, нетрудно заметить, что наряду с массовыми вирусными заболеваниями, примеры которых мы только что рассматривали, существуют вирусные болезни, не охватывающие сразу население целого города или района, но тем не менее по своим последствиям несущие прямую угрозу здоровью, а то и жизни людей. Нет болезни мучительнее и ужаснее, писал Антон Палыч Чехов, чем водобоязнь. Когда впервые мне довелось увидеть бешеного человека, я дней пять ходил как шальной. Страдающий от жажды больной просит пить. Когда ему подают воду и он пытается взять ее в рот, разыгрывается приступ водобоязни. Вдруг он резко отталкивает или отбрасывает от себя кружку с водой или выбивает ее из рук того, кто хочет ему помочь. Руки вытягиваются вперед и дрожат, голова и туловище отклоняются назад, шея напрягается, лицо искажается и выражает сильное страдание и страх, цвет лица делается цианатичным, синюшным, широко раскрытые глаза устремляются в одну точку, глазное яблоко выпучено, зрачки расширены, на лице заметны судорожные сокращения мышц. В это время спазматически сокращены и дыхательные мышцы. Это затрудняет дыхание, вдох сильно затруднен, сопровождается своеобразным свистом или храпом, выдох поверхностный и незаметный. В редких случаях спазмы мышц горта не делаются постоянными и тогда наблюдается чрезвычайно тяжелое прерывистое дыхание. Через несколько секунд спазмы мышц исчезают, дыхание восстанавливается, больной жалуется на то, что не хватает воздуха, не может глотать. Так описал картину приступа бешенства у больного человека известный специалист в этой области профессор Селимов. Приступ бешенства может иногда начаться уже при виде воды или от звука льющейся воды, а также от попадания потока воздуха, особенно холодного, под воздействием яркого света или даже громкого звука. Психика больных возбуждена и между приступами, о чем свидетельствуют их многоречивость, суетливость и даже резкость в движениях, вскакивание с постели, беготня по палате, крики, стуки в дверь. Возбуждение может носить и агрессивный характер, буйство. Иногда больные, приобретая необыкновенную силу, выламывают ножки металлических кроватей, срываются стен батареи отопления. Наступающий затем период параличей связан с нарушением деятельности коры головного мозга и подкорковых областей. Для него характерно выраженное снижение двигательной и чувствительной функций. Резко исхудавший больной лежит неподвижно, его лицо покрывают крупные капли пота, черты лица заострены. Судороги исчезают, и больной может глотать, пить, что создает ложное впечатление наступившего улучшения. Это зловещее успокоение, грозный предвестник приближающейся смерти. Действительно, наступающий вскоре упадок сердечной деятельности сопровождается помрачением сознания, и больной погибает в результате паралича сердца. После перечисления даже этих немногих примеров, нужно ли удивляться тому, что первая половина прошлого столетия была посвящена пристальному изучению вирусов, возбудителей острых лихорадочных заболеваний, разработке методов борьбы с этими заболеваниями и особенно методов их предупреждения. Открытия вирусов всыпались как из рога изобилия. В 1892 году русским ботаником и микробиологом Дмитрием Иосифовичем Ивановским был открыт вирус табачной мозаики. Этот год считается годом вирусологии как науки. 1898 год. Открыт вирус ящура. 1901 год. Вирус желтой лихорадки. 1907 год. Вирус натуральной оспы. 1909 год. Вирус полиомиелита. Вирус москитной лихорадки. 1911 год. Вирус саркомы рауса. 1912 год. Вирус герпеса. 1917 год. Вирус бактерий. Бактериофак. 1926 год. Вирус физикулярного стоматита. 1929 год. Вирус шотландского энцефалита овец. 1930 год. Вирус лихорадки рифт-валли. Вирус западного энцефалита лошадей. 1931 год. Вирус гриппа свиней. 1933 год. Вирус гриппа человека. Вирус восточного энцефалита лошадей. Вирус энцефалита Сент-Луис. 1934 год. Вирус японского энцефалита. Вирус паротита. 1936 год. Вирус рака молочных желез мышей. 1937 год. Вирус клещевого энцефалита. Вирус лихорадки западного ванила. 1938 год. Вирус венесуэльского энцефалита лошадей. 1941 год. Вирус лихорадки Бвамба. 1942 год. Вирус леса Семлики. 1943 год. Вирус лихорадки Буньям-Вера. Вирус калифорнийского энцефалита. 1944 год. Вирусы лихорадки Денге-1 и 2. Вирус лихорадки Ильеус. 1945 год. Вирус крымской геморрагической лихорадки. 1947 год. Вирус омской геморрагической лихорадки. Вирус лихорадки Зика. 1948 год. Вирусы коксаки. Вот почему первая половина прошлого столетия тогда представляла серой великих вирусологических открытий. А вторая половина того же столетия. Она оказалась еще более урожайной на открытие новых вирусов-возбудителей острых лихорадочных заболеваний. Судите сами. 1951 год. Открытие вирусов лейкоза мышей. Вирусов эха. Вируса энцефалита долины Муррея. 1952 год. Вирус лихорадки Синдбис. 1953 год. Аденовирусы. Вирус бородавок человека. 1954 год. Вирус краснухи. Вирус кори. Вирус лихорадки Бханджа. Вирус лихорадки Майра. Вирус лихорадки Мукамба. 1956 год. Вирусы парагриппа. Вирус цитомигалии. Респираторно-сенситиальный вирус. Вирусы лихорадки Денге-3 и 4. Вирус лихорадки Бусуквара. Вирус лихорадки Илеша. Вирус лихорадки Чукунгунья. 1957 год. Вирус полиомы. Вирус болезни леса Кеасанур. 1958 год. Вирус оспа обезьян. Вирус энцефалита Павассан. 1959 год. Вирус аргентинской геморрагической лихорадки. Вирус лихорадки Оньонг-Ньонг. Вирус лихорадки Герместон. 1960 год. Риновирусы. 1961 год. Вирус Дхори. 1963 год. Вирус боливийской геморрагической лихорадки. Вирус лихорадки Эдж-Хилл. Вирус лихорадки Рос-Ривер. 1964 год. Вирус гепатита В. 1965 год. Коронавирусы. Вирус лихорадки Чандипура. Вирус лихорадки Татагина. 1967 год. Вирус геморрагической лихорадки Марбург. Вирус лихорадки Кваронфил. 1969 год. Вирус лихорадки Ласса. 1971 год. Полиомовирусы. Вирус лихорадки Тамды. 1972 год. Вирус лихорадки Корши. 1973 год. Ротовирусы. Вирус гепатита А. Вирус лихорадки Сырдарьи.